Реанимировать убитые дороги, провести генеральную уборку в стране и облагородить дворы. Такая задача у трех новых проектов Общероссийского народного фронта. Подробнее в сюжете. Максимально привлечь россиян к решению проблем в стране. Этот принцип объединяет три новых проекта Общероссийского народного фронта. Первый, Дорожная инспекция ОНФ карты убитых дорог, позволяет каждому жителю страны сообщить о плохом участке дороги. Для этого нужно сфотографировать его, зарегистрироваться на сайте проекта дороги.онф.ру и следовать инструкции. Выбрать город, отметить нужный участок на карте, приложить фото и кратко описать проблему. Из таких обращений и сложится виртуальная карта убитых дорог, которую власти должны будут взять на вооружение при планировании ремонта дорожной сети. У второго проекта, Генеральная уборка, тот же принцип дать возможность сообщить о проблеме жителям, только направлено на незаконные свалки. По итогам прошлогоднего форума действий Владимир Путин, лидер Руина, выступил с инициативой создания публичной интернет-карты, куда каждый желающий может зайти и указать данные о незаконном полигоне, незаконной свалке и оставить свое сообщение. С началом работы интерактивной карты свалок мы уже занесли четыре свалки. Что касается третьего проекта, комфортная городская среда, то он будет состоять из двух блоков. Первый направлен на благоустройство дворов, второй – городских зон, парков, скверов. Из бюджета страны на это выделят 20 миллиардов рублей. Как и в предыдущих проектах, планируется, что жители сами должны решить, чего им не хватает – зеленых насаждений, детских площадок или освещения. Впрочем, в этом проекте механизм привлечения граждан пока прорабатывается. Вероятнее всего, это будет формат публичных обсуждений. Продолжение следует... Продолжение следует...